Это не шерп, это кручен. Сейчас потонем к черту. Опускай. Я не верю, что он сможет. Всем привет, друзья. Вы давно спрашиваете, почему у нас на обзорах так ни разу и не появился шерп. Как на украинском канале может не быть самого известного украинского вездехода. Во-первых, по-моему, шерп так еще и не определился. Он российский, украинский или вообще уже американский. Во-вторых, инфокар это, прежде всего, автомобильный канал. А шерп, как и, в принципе, большинство его конкурентов с вот этими рычагами, как в БТРе и, собственно, бортоповоротной системе, это больше спецтехника. Да и для обычных дорог он не особо предназначен. Поэтому мы ждали. Ждали появления чего-то особенного. Чего-то, что объединит в себе ультимативную проходимость и простоту управления. Чего-то, что будет своим видом вызывать не умиление, а уважение. Чего-то, что сумеет не только карабкаться и плыть, но и ехать. Ехать по асфальту и быстро. И, похоже, мы ждали не зря. Очередной эксклюзив на канале инфокар. Знакомьтесь, это Атлас. Полноуправляемое шасси, шины низкого давления, мощный дизельный двигатель, блокировки всех дифференциалов, 12-местный салон и, в конце концов, то, за что мы все же относим его к классу автомобилей. Рулевое управление. Максимальная заявленная скорость по суше 60 км в час и запас хода 800 км. Я бы с удовольствием назвал его убийцей Шерпа, если бы не одно «но». Шерп уже производится серийно и известен всему миру. А Атлас? Атлас только собирается таким стать, и все его характеристики пока лишь слова. До тех пор, пока мы их не проверим. От большинства подобных машин Атлас отличается тем, что в его разработке принимали участие и дизайнеры, которые, согласитесь, создали достаточно выразительный облик. Для этого кое-чем даже пришлось пожертвовать, а кое-что появилось, так сказать, бонусом. Например, огромный объем внутреннего пространства и немалая, как для вездехода, колесная база. Это предсерийный образец, который уже прошел все испытания. И пока в Днепре идет производство первой партии таких машин, мы имеем возможность понять, насколько он интересен, как устроен, в чем уникален и, в конце концов, что он может. Хотя определенную скидку на то, что этот прототип делать все-таки придется, скажем так, в мелочах. Например, на то, что здесь, как видите, нет подножек. Чтобы вы примерно поняли, в длину Атлас чуть короче ленд-крузера Прада. А вот по высоте и ширине практически подогнан к границам класса грузовиков. К слову, как и последнее поколение Шерпа. Хотя Шерп в длину, короче, на целых полметра. Тем не менее, чтобы управлять этим монстром на дорогах общего пользования, достаточно иметь права категории А2. Это как на трактор. Но и опыт езды на механике тоже не помешает. Кстати, чтобы забираться сюда было удобнее, машину можно опустить. Причем происходит это даже быстрее, чем в кроссоверах на пневмоподвеске. Подкачка же производится за счет выхлопных газов двигателя. Их давления более чем достаточно для накачки в колеса 120 и нет. Не атмосфер, а миллиметров ртутного столбика. А это всего 0,16 атмосфер. То есть в 15 раз ниже, чем в покрышках легковушки. И это еще максимальное давление для асфальта. Кстати, в таком положении клиренс под дном составляет 58 сантиметров. И хватает его, как вы понимаете, везде. Ну или почти везде. Вообще же система подкачки здесь интересна сама по себе. Дело в том, что все четыре колеса реально связаны между собой в один контур. Что позволяет, например, компенсировать диагональное вывешивание. Когда атлас наезжает одним колесом на препятствие, оно как будто бы приспускается. А остальные три получают больше давления и, соответственно, приподнимаются. Чтобы все это не привело к дискомфортной раскачке кузова, в машине есть запатентованные гасители колебаний. Фактически это напоминает систему КДСС у Тойоты. Только здесь функцию гидроцилиндров выполняют сами колеса. Ну и самое интересное. Даже если пробить здесь просто все четыре колеса, то атлас этого даже не заметит и продолжит ехать или плыть, удерживая давление в колесах за счет все той же системы подкачки выхлопными газами. В отличие от многих вездеходов, в атласе не используются цепные приводы осей. Вместо этого зубчатые передачи, как в грузовиках, которые, как вы понимаете, намного сложнее растянуть или сломать. Да и интервал обслуживания здесь относительно длинный. Менять масло в двигателе необходимо лишь каждые 200 моточасов, а в мостах каждые 400. А вот присутствие здесь колесных редукторов удивление не вызывает. Без них такой клиренс получить бы не удалось, даже несмотря на огромные колеса. Но в этой машине особо важна и вторая их функция – снижение нагрузки на трансмиссию. То есть фактически они выступают как бы дополнительной внешней понижайкой, и на оффроуде это, конечно же, огромный плюс. Но как все это покажет себя в городе? Продолжение следует... Здесь просто панорамная обзорность, а вместо боковых зеркал стоят камеры. Очень комфортно настроен гидроусилитель, удобный тормоз, да и, в принципе, мягкая подвеска. Хотя нет, здесь на самом деле вообще нет подвески, а ее роль фактически выполняют сами колеса. Хотите меньше ощущать ямы? Просто спустите давление. Умеют ли такое другие вездеходы? Конечно, но они не могут другого – поворачивать на скорости. Я бы не сказал, что вот так вот ездить по городу прямо очень приятно, но, блин, можно. И при этом не нужно перед каждым поворотом тормозить до полной остановки, как на бортоповоротной машине. Что же касается динамики, то со светофора можно уделать, ну, разве что перегруженную маршрутку в час пик. Но, поверьте, на этой высоте скорость ощущается чуть иначе. Конечно же, мы замерили разгон до 50. На удивление, нашей тестовой прямой для этого хватило с запасом, а сам разгон занял 18 секунд. И сейчас самые внимательные из вас должны были заметить, что мерили мы разгон до 50, в то время как максималка заявленная – 60. Дело в том, что у «Атласа» есть три варианта колесных редукторов. Соответственно, можно играть крутящим моментом, ну, и скоростью. В данном случае стоит здесь редуктор, рассчитанный на максимальное бездорожье и предел возможности как раз 50 км в час. Есть варианты и для скорости 70, но в серийной машине будет стоять редуктор на те самые 60. Субтитры делал DimaTorzok Это очень весело. И, знаете, на самом деле, единственное, что не дает расслабиться за рулем после того, как ты уже привыкнешь, что ты водитель грузовика, это переживания о шинах, которые на самом деле все-таки не предназначены для асфальта. Стоимость каждого такого колеса – несколько тысяч баксов. И подобрать бэушечку, как вы понимаете, не вариант. Точная же розничная цена на сам автомобиль пока неизвестна. Но не исключено, что в хороших комплектациях она переберется за 100 тысяч долларов. Ладно, пора уже съезжать с асфальта. Тем более на московском, как всегда, пробкам. Сейчас объедем. Это не так страшно, как может показаться. Особенно, если вы катались на гидроцикле и привыкли, что отпускание газа равносильно стоп-крану. Максимальная скорость на воде – 7 км в час. И в большинстве случаев это позволяет даже грести против течения. На воде «Атлас» держится прежде всего за счет колес. Но благодаря расположенной под пассажирским отсеком всей силовой установке получается своего рода эффект поплавка. И даже если автомобиль плюхнется в воду вверх ногами, то он быстро перевернется обратно в вертикальное положение. Управление на воде ничем не отличается. Куда поворачиваешь руль, туда и плывешь. Больше газа – больше скорость. Для успокоения души под нами в моторном отсеке есть автономная помпа для откачки воды. Но ребята утверждают, что ни сальники рулевых тяг, ни сальники полуосей не могут пропускать воду. Короче говоря, дрейфовать можно практически бесконечно, даже если закончится топливо. Главное, чтобы шины не пропускали, но пузырьков я вроде как не вижу. Ну и да, друзья, если вдруг вы смотрите нас впервые, то можете подписаться на канал прямо сейчас, нажав на кнопку под этим видео, чтобы не пропускать новые интересные обзоры. Ну и в конце концов поставьте этому видео лайк, пока мы здесь не утонули, стараясь для вас. А сейчас, друзья, самое скучное, но при этом и самое интересное, ну, по крайней мере, для меня – двигатель. Что заставляет машину с собственным весом 2,2 тонны грузить в кузов еще полторы, при этом ползти, плыть и даже прыгать. Ну вот точно не угадаете. Мотор от концерна Renault-Nissan. Самый популярный на сегодняшний день полторалитровый турбодизель K9K на 90 сил и 220 ньютон-метров. Да-да-да, точно такой же, как на Duster Qashqai и даже на Logan. И сейчас многие из вас, конечно же, спросят, как? Как 90 сил могут такое вытворять? Но дело вовсе не в лошадях, а, конечно же, в крутящем моменте. Дело в том, что 220 ньютон-метров, получаемые на маховике двигателя, переходя через коробку передач, главную пару, межколесные дифференциалы и, в конце концов, через те же колесные редукторы, умножаются в 130 раз. То есть вся машина – это одна большая понижайка. И в итоге каждое колесо при условии заблокированной дифференциалом получает до 7000 ньютон-метров. Ну и предвидя вопросы начинающих механиков. Почему тогда Duster с таким же мотором так не может? Потому что если на Duster поставить редуктор с такими передаточными числами, то, во-первых, он не будет ехать больше все тех же 60 км в час, а, во-вторых, он никогда не сможет уцепиться за грунт своими маленькими колесиками. А даже если вдруг и зацепится, или его туда приклеят, он для начала порвет себе полуоси. В общем, в сочетании такого маленького мотора и таких больших возможностей на самом деле нет ничего удивительного. Тот же Sherp Pro ездит на тракторном двигателе Kubota всего на 44 силы. Следующий вопрос – почему двигатель именно от Renault? Но здесь все просто. Согласитесь, на сегодняшний день К9К – это один из самых распространенных, надежных и, что самое важное, простых в обслуживании современных моторов этого класса. Его обслужат и починят в любом селе и на любом континенте. Ну и еще кое-что. Экология. Евро-5. И да, возможно, вы не поверите, но даже для вездеходов это тоже важно. Особенно, если вы хотите продавать его в цивилизованные страны. Ну и в конце концов он экономичный. К сожалению, мы не сможем сегодня это проверить, но производитель заявляет, что средний расход по пересеченной местности – 4 литра в час. В итоге при средней скорости, скажем, 35 км в час и 100-литровом баке гарантированный запас хода не меньше 800 км. И да, это неожиданно. Обнадеживающе. Можно, в принципе, проехать напрямую из Киева в Одессу, а может быть даже вернуться обратно на том же баке. Да, это будет, наверное, очень долго, но, блин, весело. Да, болото – это, конечно же, родная стихия для таких машин, прежде всего за счет их колес. Благодаря этому они чувствуют себя здесь просто замечательно, и мне было бы очень интересно увидеть вот там вот баттл «Атласа» и «Шерпа». С одной стороны, «Шерпу» может быть проще за счет возможности поворачиваться буквально на месте. Но, с другой стороны, бортоповоротная система может сыграть с ним злую шутку. В очень узких и вязких местах машина способна потерять маневренность, в то время как в распоряжении «Атласа» три режима работы рулевого управления. Тумблерами можно легко выбирать, будет ли руль поворачивать только передние колеса, либо вместе с ними будут двигаться и сзади. Причем можно выбрать – в ту же сторону для езды по диагонали, либо в противоположную, чтобы компактней повернуться. В итоге радиус разворота всего 6 метров. Это примерно как у пикапов – у «Хайлакса» или «Л-200». И знаете, это, наверное, первый наш тест-драйв, когда мы с трудом разыскивали достаточно крутую локацию для оффроада, чтобы фактически нащупать наконец-то предел возможности этой машины. Потому что все, что вы видели до этого, конечно же, детский лепет. Но в итоге мы вроде как нашли. Очень надеюсь, вам понравится. Мы старались. Это недостроенный бетонный завод под Киевом. И те из вас, кто подписан на наш канал, должны помнить это жутковатое место. Однажды мы уже устраивали здесь оффроад батл. И тогда этот заброшенный город оставил у нас несгладимое впечатление неприступности и нераскрытого потенциала. Пришло время это исправить. Ну или, в конце концов, отыскать границу возможностей Атласа. И поскольку сейчас мы хотим выжить максимум, из этой штуки за рулем будет сидеть наш сегодняшний Стиг, у которого опыт управления этим монстром побольше, чем у меня. Поехали. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Можно чинить, можно менять, можно в интернете подсчитать, да, о них много всего. Ну, в моем понимании, это плюс. Манометр, давление в колесах, камеры, которые вы уже видели. Конечно же, у нас есть бортовая сеть. Куда-сюда не помешало бы в серийные машины добавить инвертор, чтобы получить 220 вольт. Собственно говоря, управление той самой помпой, которая должна в каком-то крайнем случае откачать воду из моторного отсека. Спуск давления в колесах. И знаете, единственное в плане эргономики, что хочется сделать, это привычным движением резко дернуть на себя руль, сесть удобнее. Но, опять же, это не люкс-класс, это вездеход. И идея в том, что в большинстве случаев здесь будут сидеть сотрудники каких-то служб, МЧС, пожарных и так далее. Заметьте, у нас есть бортовой компьютер, который контролирует температуру охлаждающей жидкости. Он выводит обороты двигателя, он выводит скорость, причем по спутнику. То есть скорость можно видеть не только, когда едешь, колеса крутятся, но и тогда, когда плывешь. Опять же, зачем спутниковый спидометр? У нас колеса спускаются, внешний диаметр меняется. Соответственно, скорость не зависит от, скажем так, количества оборотов колеса в минуту или в секунду. Подстаканник. Я нашел подстаканник с холодным кофе. Он там тоже есть. Ну и знаете, что самое главное, наверное? Если вы хоть раз садились в танк или в БТР, там есть постоянное ощущение опасности, потому что ты скован, потому что ты ни черта не видишь вокруг. И, ну, по этой машине, я надеюсь, никогда никто не будет стрелять. Но здесь замечательная обзорность, дающая ощущение контроля за ситуацией. Ну что, друзья? Вот такой он этот прототипчик. Дерзкий это, мягко сказано. Многообещающий и безумно интересный с технической точки зрения. Да еще и Made in Ukraine. Я очень надеюсь, что его брутальный внешний вид слегка разбавил вот эту вот скучную череду однообразных легковых автомобилей. Ну, по крайней мере, такая была цель. Ну и, честно говоря, очень хочется, чтобы у этой компании все получилось. И уже совсем скоро серийные атласы сотнями или даже тысячами стали на службу пожарным, спасателям, пограничникам или даже военным по всему миру. Да и среди фанатов охоты и всяких там внедорожных экспедиций, я думаю, найдутся те, кто оценит его по достоинству. Ну, а мы с вами сможем похвастаться, что когда-то давно, в 21 году, мы протестировали его первыми. Ну что, спасибо, что смотрели. Если понравился этот обзор, не стесняйтесь ставить лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Ну и, в конце концов, так и подписывайтесь на наш канал. И тогда скоро увидимся. Пока.